Редактор субтитров А.Семкин Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире телеканал ТДК-42. Традиционная программа на частоту, в которой мы поднимаем те или иные проблемы, которые волнуют наше общество. Вы всегда можете присоединиться к нашей дискуссии. Телефон студии 269077. Я хочу представить вам нашего гостя, руководителя отдела областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Серикали Конапин. У нас в студии, и, наверное, мы начнем с подготовки к отопительному сезону. Сейчас на улице конец июля, и вроде бы на улице еще жарко. Почему нужно и необходимо готовиться уже сейчас, и какие уже мероприятия проведены? В соответствии с постановлением ОКИМАТа Забык-Казахстанской области от 20 мая текущего года и утвержденным планом мероприятий по подготовке жилых домов, объектов социального значения, также сетей и оборудования к отопительному периоду идут работы по подготовке к отопительному сезону. В текущем году на проведение подготовительных работ предусмотрено 6,9 млрд тенге. Из них 323 млн тенге – это на закупы жидкого и твердого топлива, 2,2 млрд тенге – это на капитальный ремонт объектов образования, 13 объектов образования, также 248 млн тенге на ремонт объекта взрывоохранения, это в селе Чапаево-Акжаикского района ремонт больницы, 140 млн тенге на капитальный ремонт объектов культуры, 3 объектов культуры, также 2,554 млн тенге – это на реконструкцию сетей тепла, водоснабжения, водоотведения в рамках программы «Наружок». Вы сказали о приобретении жидкого и твердого топлива, то есть мы понимаем, это для тех социальных объектов, где не подведен газ. Много ли таких у нас школ, детских садов и меняется ли их число из года в год? Их число из года в год меняется в связи с газификацией бюджетных учреждений. По сравнению с прошлым годом потребность, например, в жидком топливе снизилась на 32%. Было в прошлом году 2200 тонн, в этом году у нас 1500 тонн. Соответственно, твердого топлива, угля, тоже самое, снизилось на 21%. В прошлом году у нас была потребность 6,7 тонн, в этом году 3,5 тонн. У нас первый телефонный звонок, давайте послушаем, что волнует наших телезрителей. Если этот вопрос относится к вашей компетенции, я, наверное, ответим на него. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Мы проживаем на микрорайоне строителя 34, у нас дом 9-этажный, здесь 16 квартир. Без нашего ведома нам установили тепловые щечки. Мы всю день уплатили по 9500, в общем, за трехкомнатную квартиру. И в апреле за 12 дней нам пришлось платить опять большую, ну, за 12 дней уплатили почти каждый месяц. И у нас, когда мы стали спрашивать, нам объясняют тем, что якобы с марта осталось что-то. И, в общем, непонятно. Вот этот счетчик нам не показывает никогда, и нам ни о чем вообще не ведут. Не говорят, не показывают, где он установлен, вообще стоит ли. Он, оказывается, до 15 ноября у нас и не работал. Вообще, скажите, вот эти счетчики тепловые для чего устанавливаются? Есть ли экономия? Нужны ли они жителям все-таки? Нужны жителям. Должна быть экономия. Ну, соответственно, сами жители, старшие по дому, те же самые КСК, должны назначать ответственных лиц, но они сами должны регулировать. Конечно, если никто не регулирует, если счетчик не саморегулируемый, например, не на автомате, получается, он и в теплую погоду так же топит, и в холодную погоду, поэтому это сами жильцы должны были эти работы проводить. Но еще, я думаю, все-таки дом быть должен тепломодернизированный, все-таки окна и двери пластиковые. Тепломодернизированный, да, обязательно, да. Обязательно скрываться подъездом. Да, 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 чтобы делал теплопотерь. И скажите тогда, если жители недовольны, куда им все-таки стоит обратиться, чтобы изменить ситуацию? Непосредственно у полномочной организации держалась теплоэнерго. Там все расчеты, да, квитанции. Там можно будет, да, обратиться и, как говорится, обоснованно это дело-то. Хорошо, давайте продолжим. Продолжим. Реконструкции коммунальных сетей мы сейчас видим. По городу идут масштабные работы. Что же все-таки запланировано? По каким программам это делается? И когда же закончится ремонт, и мы сможем передвигаться все-таки по улицам без проблем? Ну, ремонтная работа, согласно ПСД, от 4 до 6 месяцев продолжительность. Если учитывать тот момент, что работы начаты в июне месяце, в конце июня текущего года, получается, мы в любом случае ставим вопрос, чтобы ремонтные работы были закончены до начала топливного сезона. Поэтому подрядные организации идут навстречу. В настоящее время идет ремонт тепловых сетей, сетей водоснабжения, водоотведения. За счет собственных средств, за счет средств программы Нарлуджоу. К примеру, ЖАЭХ Теплоэнерго в текущем году запланировало отремонтировать за счет собственных средств 8 километров тепловых сетей. На сумму 141 миллион тенге. Также они предусмотрели за счет инвест-программы ремонт котельного хозяйства ТЭЦ, тоже на 154 миллиона. На сегодняшний день ЖАЭХ Теплоэнерго по готовности показывает у нас 71%. Также в рамках программы Нарлуджоу у нас идет реконструкция тепловой магистрали ТМ7-ТМ8 на сумму 357 миллионов тенге, протяженностью километра 304 метра. Хорошо, наверное, к работе ЖАЭХ Теплоэнерго мы еще вернемся, у нас есть телефонный звоночек. Здравствуйте, задавайте свой вопрос на чистоту. Да, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Вот вы говорите про тепловые щурчики и что они экономные там нам будут, а у нас, мы живем в Блатон-Чапаево, это у нас Куминат района. У нас там по себе дом последний стоит, и он холодный. И чтобы у нас зимой было тепло, у нас на участке, на нашем участке, для нашего дома непосредственно, у нас на ворот ставят такие вот моторчики-догонялочки. Ну как они, догонялки называются? И когда их включают, у нас еще больше нагревается батарея, тогда нам тепло. Тогда нам, какой нам резон ставить вот эти тепловые щетчики. Если нам его поставят, а кто-то будет пекан, у нас вообще будет холодно. И можем мы вот от нашего креста решить, что мы, нам такой дом, нам такой счетчик не нужен. Вообще, что гласит закон о энергетике? Необходимо ли 100% обеспечить людей счетчиками или есть ли исключения? Исключений как таковых нету, необходимо обеспечить. В настоящий момент у нас уже по городу 470 счетчиков установлены, половина. Сейчас в текущем году 239 счетчиков должны установить. На следующий момент тоже самое. В 2009-2017 году у нас как бы установка счетчика закончится. Необходимо ставить, да. Нужно это. Ясно. Но нужно следить и за состоянием дома, и за состоянием сети обязательно. Да, само собой. Давайте все-таки продолжим про «Жег теплоэнерги». Я обещал вернуться к этому вопросу. Очень была большая проблема, когда предприятие, оно находится на балансе Акимата области и города, купила оборудование для газотурбинной электростанции, но по каким-либо причинам оно не подошло. И возник вопрос, что оборудование надо закупить снова. Вот на каком этапе все-таки закуп этого оборудования, и когда же все-таки газотурбинная электростанция будет модернизирована и начнет свою работу в прежнем режиме? Касательно «Хитачи», в 2014 году, в апреле месяце, по этому госзакупку, был закручен договор с российской компанией «УОО Турбопамсервис», который обязался изготовить запасные части, изготовить и обеспечить доставку запасных частей ГТУ «Хитачи». Но в процессе, в декабре, когда была осуществлена доставка, запасные части не прошли входной контроль. Соответственно, имеется в виду, запчасти не подходили, не было сертификатов качества и такие технические вопросы, и он не прошел проходной контроль. В связи с чем был расторгнут договор, подан иск в суд, о признании оборудования поставщиком. В данный момент в Российскую Федерацию тоже направлен иск в судебные станции, а возмещение, вот 50% оплаты же ушло авансом, а взыскание... А вообще цена вопроса 350 миллионов, я не ошибаюсь. Общая цена вопроса была 699 миллионов тенге. А, 350 был уплачен. 350, да, был уплачен, как бы, согласно договору, на изготовление он шел. После оплаты предприятие должно было приступить к изготовлению запчастей. Но в данный момент с Хитачи ситуация, как бы, уже исправлена. В августе 15-го года, имеется в виду, в августе 16-го года, в августе 15-го года заключен договор с заводным изготовителем, и Хитачи, Митсубичи Хитачи. В данный момент сумма, вот, оплата за изготовление запчастей, как бы, произведена. Ожидается сейчас поставка, в этом году ожидается поставка, и на следующий год ожидается шеф-монтаж, на лотку уже. Хорошо, давайте послушаем наши телезрители, они активно участвуют в нашей дискуссии, задаваются вопросы на частоту. Да, пожалуйста, нас слышим. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Ага, вот я хотела задать вопрос, Сергей Калюканапину, наш перерасчет будет сделать нам? Что вам? Отопление, за отопление за прошлый год, вот так, за 16-й год нам. Будет отопление, перерасчет? Перерасчет. Хорошо, спасибо за ваш вопрос. Перерасчет идет, надо подойти к вам, к вам уже теплоэнерго, тоже. Перерасчет идет, будет осуществляться перерасчет. Я так понял, что погода выдалась жарче, экономия топлива какая-либо произошла, и перерасчет из-за этого ведется? Да, есть перерасчет, ведется. Хорошо, мы продолжим все-таки. Я понимаю, что коммунальные сети ремонтируются за счет средств государства, это возвратные средства, но есть и инвестиционные программы, когда департамент агентства по регулированию естественных анаполий утверждал при утверждении тарифов. Скажите, какие все-таки инвестиционные программы, какие предприятия выполняют в этом году, и много ли средств они затрачивают на эти цели? По коммунальным предприятиям, касательно жарь, теплоэнерго, например, в этом году на выполнение из программы они направили 295 миллионов тенге. Здесь идут у нас основные моменты, это реконструкция 8 километров сетей теплоснабжения, также ремонт оборудования ТЭЦ, как и говорилось, 154 миллиона тенге. Имвест-программу должны исполнять, оно исполняется. Например, по Батсуарнасе то же самое на реконструкцию сетей, то, что предусмотрено в имвест-программе. Здесь задействовано 297 миллионов тенге. Здесь идет 8 километров, ремонт 8 километров сетей водоснабжения на сумму 99 миллионов тенге, а также ремонт сетей водоотведения протяженностью километра 39 метров, 30-90 метров на сумму 159 миллионов тенге. Также ЗАП «Казрек» у нас ведет ремонт энергохозяйства за счет собственных средств, в этом году предусмотрен 226 миллионов тенге. Здесь заложено ремонт линии электропреддачи, также ремонт подстанции. Касательно «Казрек» и «ЗАИМАК» в этом году они запланировали сделать ремонт газопроводов на сумму 255 миллионов тенге. В принципе, на сегодняшний день работы идут, исполняется программа. Хорошо, я напомню нашим телезрителям, кто внимательно следит за передачей, что в эфире программа «Частоту». Вы всегда можете присоединиться к нашей дискуссии, задав интересующий вас вопрос. Сегодня мы говорим об отопительном сезоне с руководителем отдела областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства рекали Канапина. И, наверное, следующий вопрос. Я понимаю, что легко контролировать предприятия коммунальные, которые находятся на балансе все-таки государства, но очень трудно контролировать людей. В городе более 1100 жилых домов и готовность их всегда разная. Самый сложный вопрос, как все-таки заставить людей и заплатить за опрессовку, и вовремя подготовиться к зиме. Скажите, какие запланированы все-таки мероприятия, чтобы весь город был готов к зиме, к отопительному сезону, а не как обычно, когда уже идет снег, а некоторые дома только подключают к теплу? Обычно после окончания отопительного сезона уже дома и учреждения приступают к подготовке к предстоящему отопительному сезону. Пока что в добровольном порядке поступают заявки на опрессовку. На сегодняшний день опрессованы 54% от имеющихся 1164 домов. Это нормальный процент. Но есть дома, например, у нас как таковые, как мы называем, бесхозные. Отсутствует КСК, старшие по дому. С ними уже ближе к отопительному сезону начнутся работы, скорее всего, совместный жар-теплоэнерго, как обычно. Без тепла оставить невозможно. Но со стороны жителей, как таково, от таких домов инициативы нет. Приходится совместными усилиями подключать, опрессовывать. Но, опять же, надо учесть этот момент, что в случае каких-то там утечек, это как бы сами жильцы несут ответственность. Потому что надо собраться, хотя бы назначить одного старшего дома, найти средства, потому что проверить систему, опрессовать, проверить готовность. Как бы, я думаю, здесь заинтересованы должны быть сами жители. Ну, вот вы сказали, 319 домов. Они все известны. А меняется ли их число из года в год? Становится ли оно меньше или больше? Не меняется. То есть, одни и те же люди ежегодно входят в число тех, кто рискует остаться без тепла. Но все-таки мы обратимся к этим жителям, все-таки задумайтесь о том, что к теплу, к подаче тепла лучше подготовиться в сентябре, чтобы уже в октябре... Обычно у нас паспорта готовности получают до 1 сентября. Должны получить все дома, все учреждения должны получить паспорта готовности. Но на сегодняшний день 54 процента. Как бы, время еще есть. Надо в этом направлении работать, конечно. Хорошо, давайте послушаем наших телезрителей. Режиссер подскажет, что их волнует, проблемы какие. Давайте послушаем. Добрый вечер. У меня такой вопрос к вам. Мы проживаем по улице Мирмасси 6-7. У нас уже тут в каждой квартире КСК собирается по 500 тенге за опрессовку. Это правильно или неправильно? То есть, в КСК вы платите на текущий расход, но с вас плюс еще. Вот давайте разберемся все-таки в этом вопросе. Интересно. Если есть КСК, дополнительных средств должно быть, наверное. Уже все затраты должны быть предусмотрены. Там же за эксплуатацию дома определенные суммы. Но я знаю, что КСК может взять деньги, если они обнаружили какие-либо неисправности и они хотят их устранить. Они в любом случае протоколе должны согласовать с жителями, утвердить большинством голосов и после этого уже какие-то сборы собирать, сборы производить. Ну, как бы обычные процедуры. Сами КСК проводят, например, закупки, сами заключают договора, договорятся о прессовке, потом уже приглашают представителей жахтеплой энергии. Хорошо. Вот это интересное замечание. Нашим людям, конечно, надо разобраться, за что они платят и какие все-таки услуги они должны получать от кооператива собственника квартиры. Готовность ТЭЦ. Скажите, наша ТЭЦ построена все-таки уже более 50 лет. Подошло ли то время, когда необходимо полностью ее модернизировать? Или мы на старом, как говорится, балансе можем еще просуществовать несколько лет? Необходимость модернизации, конечно, актуальна, потому что установленные котлы, оборудование, они 60-х годов, самые ближайшие, где-то 90-х годов, они все требуют модернизации, требуют ремонта. Но на сегодняшний день вот все котлы, у нас имеется там 6 водогрегаевых котлов, 5 энергетических, котел-утилизатор, есть 3 трубогрегата, но они на сегодняшний день все прошли технически, имеют заключение техническое, что соответствует и могут работать. Когда-то мы подойдем к той черте. Когда-то подойдем, но на сегодняшний день подписано предварительное соглашение с ЕБР, с Европейским банком реконструкции и развития. Сейчас ожидается техническое обследование, по результатам которого можно будет уже давать какие-то выводы. Здесь стоит вопрос модернизации ТЭЦ, в общем, или строительства нового ТЭЦ. Сейчас, да, на основании технического обследования будет уже давно конкретно заключение. И очень интересный проект, который я узнал от совещания недавно об областном Акимате. Говорили тоже о подготовке к отопительному сезону. И Аким области спрашивал о готовности котельной, которая строится в Аксайе. Скажите, что это за проект, есть ли котельная в Аксайе и насколько она, как говорится, современна, нужна? По городу Аксайе у нас имеется 8 котельных, сейчас строятся новые котельные, имеется 7 котельных, сейчас строится новая котельная, 8-ая. То есть там нет единый ТЭЦ, там несколько котельных? Нет, да, там есть котельные, 8 котельных, несколько систем. Да, другая система. Сейчас идет строительство новой котельной для 4-5 микро-авенов обеспечения теплом. Строительство начато в июне прошлого года. В текущем году планируется закончить. Сейчас на данный момент подрядчик КАЗ Контракшн Групп закупает 4 котла 100-мегаваттные фирмы Висман. Сейчас по работам у них будет установка. Установка данных котлов вообще по сроку должны закончить в декабре. Должны успеть закончить работу. Хорошо, я знаю, что большой вопрос, конечно, и большая проблема перед началом отопительного сезона это тарифы и все-таки долги потребителей. Потому что я знаю, что те предприятия, услугодатели часто сталкиваются с проблемами, что они хотят вложить средства в техническую модернизацию, в какое-то обновление, да даже на зарплату сотрудникам предусмотреть. Но долги не дают им это сделать. Вот сколько же долги и что же текущий тариф? Ждать ли повышения какого-либо? Повышения тарифов, наверное, не ожидается, потому что новые тарифы вступили с января 2016 года. Произошло повышение тарифов на 33,8%. Сейчас большая проблема дебюторской задолженности предприятия жарко-тепло-энерго на сегодняшний день около 100 миллионов населения должно. Но в этом направлении жарко-тепло-энерго работает с бюджетными организациями. Мы содействуем, проводим работу разъяснительную. Работы идут, но задолженность большая, конечно. Недавно я прочитал в одном из СМИ, что газовики, а ОКС «Трансгаз Аймак» все-таки подала в суд на ОЖА «Эктиплен». Но вопрос как-то был урегулирован. Вот на данный момент что произошло? Вопрос урегулирован. До начала отопительного сезона составлен график оплаты погашения долга. В данный момент, согласно графику, идет погашение. Надеемся, что к отопительному периоду сумма долга будет уже как бы погашено. То есть я знаю, что многие жители, они даже летом еще платят те долги, которые они накопили зимой. Скажите, насколько это все-таки обосновано? Обосновано, да. Сейчас летом, вот, например, имеющийся столк, я вот с отделом маркетинга работы в ЖЭК-Тепленерго, анализ такой, что основной долг оплачивается летом. Постепенно, например, накопилось 30-40 тысяч. То есть эти пенсионеры? Пенсионеры, да, они потихонечку набирают, набирают, когда вот до начала сезона как бы идет погашение. Но я знаю, что все-таки перед началом отопительного сезона, наверное, будут проводиться и рейды. Обязательно проводятся рейды, мобильные группы будут, выезды совместные с уже судебно-исполнителями, уже по этим таким злостным задолжникам. И будут организовываться рейды. Ежегодно организуются они, в принципе, работа в этом не идет, будут они. На совещании тоже в Акимате было подчеркнуто, что есть проблема, некоторые участки тепловых сетей не заизолированы, и это влечет за собой потери тепловой энергии. Скажите, какие работы будут проводиться и до зимы успеют ли заизолировать самые такие большие участки? Есть участки, да, они уже определены, по этому поводу уведомления ЖЭП представлены. До начала топливного сезона эти участки будут изолированы. Во избежание теплопотер участки будут изолированы, работа будет закончена до начала топливного сезона. Еще самый такой вопрос, везде идет ремонт, может быть, он закончится осенью, и многие участки будут не заасфальтированы. Когда все-таки коммунальные предприятия заасфальтируют эти участки, приведут их в божеский вид, чтобы наши люди осенью не испытывали проблем, потому что везде будет грязь? Да, ну, сейчас ставится вопрос, чтобы все работы были закончены до начала топливного сезона. Соответственно, если основная работа будет закончена до начала топливного сезона, например, траншеи, вот эти все, трубопроводы, все будут уложены, то, я думаю, до начала зимы мы успеем сделать дороги. Хорошо, наше время истекло, готовь сани летом это не пустые слова, поэтому ответственны за проведение отопительной кампании не только исполнительные органы, но и сами мы, граждане, которые должны погасить долги и подготовить свои дома зиме. Я благодарю нашего гостя Серикали Канапина, руководителя отдела управления энергетики и жилища коммунального хозяйства за то, что он на чистоту ответил на все наши вопросы. Встретимся с вами на следующей неделе в программе «Чистоту». Всего вам самого доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!